Здравствуйте, дорогие тельцы! Что же уходит в прошлое? С чем вам пора попрощаться в этом году, чтобы встретить новый 2023 год во всеоружии? Давайте посмотрим. Туз мечей, стерка пентаклей. Ну, смотрите, основа ситуации у вас двойка и десятка жезлов. Возможно, вы приняли какой-то выбор, понимаете, вам было, наверное, сложно, и вы, ну, сложно в каком плане? Возможно, было, опять же, да, по десятке жезлов, это вот как вот девушка у нас тащит на себе неподъемную, какую-то неподъемную тяжесть. Либо она может быть и подъемной, эта тяжесть, но вам с ней тяжело, а ей еще очень далеко идти. Поэтому я вам хочу сказать, что, скорее всего, вам было сложно, и вы приняли какой-то выбор. И этот выбор, скорее всего, заключался в том, опять же, смотрите, опять, карта выбора, чтобы все как-то резко, знаете, по тузу мечей, по тузу мечей, шестерки пентаклей резко поменять. Шестерка пентаклей – это возможность принятия некой помощи. Обратите внимание, здесь у него в руках игральные кубики, то есть неизвестно, это помощь, как вам сказать, ну, честное ли здесь все или нет, понимаете? Честно ли это будет? Потому что по тузу мечей – это очень как-то резкая смена картинки в вашей жизни. Ну, опять же, тельцы у нас очень материальны, я вам хочу сказать, что, возможно, ваш выбор был и правильный, потому что в десятке жезлов, извините, находиться долго нельзя. По двойке жезлов вы сделали выбор, возможно, вы откуда-то ушли, возможно, вы сменили работу, вы сменили партнера, даже такое, может быть, по отношениям, тяжелые отношения тоже бывают. И так как у нас здесь выпадает аркан влюбленный, а рядом лежит туз мечей, возможно, вы выбрали, скажем, другого человека для жизни рядом с собой, который вас так или иначе, но больше устраивает. Но, понимаете, здесь трое людей на карте шестерка пентаклей, которая всегда изображена, как правило, с двумя, и один из них не очень честный. И все просят у одной девушки, понимаете, один честный человек, а другой не очень, у другого рука за спиной. Поэтому я вам хочу сказать, что если вы действительно делали выбор между какими-то людьми, чтобы вы понимали, что по тузу мечей, это, возможно, как вам сказать, ну, не всегда, знаете, это, конечно, шанс был, хороший шанс, и вам вы правильно сделали, что определились как-то. Но так или иначе, возможно, это был не настолько верный выбор именно, и он вас устраивает максимально, может быть, вы о чем-то еще не знаете. Здесь по картам я вижу, конечно, что, по сути, этот выбор был сделан, но вы еще не поняли, насколько он для вас правильный, понимаете? То есть нет еще, может быть, это было недавно, может быть, что-то сейчас происходит у вас именно, да, потому что в основе я вижу, что, понимаете, возможно, вы этот выбор делаете прямо сейчас. И хотите определиться, с кем же вам оставаться, уходить ли вам с работы, менять ли вам все в своей жизни, уезжать ли куда-то или не уезжать. Ну, по шестерке Пентакли, понимаете, это какое-то неравенство. Это неравенство и в денежном плане, то есть это возможность, когда человек на содержании у другого человека находится. Либо, если вы молодой человек, то там, скажем, приходится прибегать к помощи, например, родителей или что-то. То есть, понимаете, вот этот вот туз, он, возможно, вам показался самым приемлемым шансом каким-то. Но это только начало, начинание. Еще неизвестно, как эта ситуация дальше развернется. Поэтому я вам хочу сказать, что вам, конечно, нужно разобраться до конца с этой ситуацией, именно которая у нас выпала в итоге. Шестерка Пентакли, карта не очень гармоничная, я бы сказала, в этой колоде. Она говорит все же о том, что здесь вам еще не до конца ясно. Если вы кого-то спонсируете, или вы в вас что-то вкладываетесь, или вы кому-то помогаете, возможно, не все люди с вами честны. Или эта ситуация не может продолжаться так долго, как бы вам, может быть, хотелось. То есть, если работа в найм, то тоже она имеет свои подводные камни. Если это отношения, то, возможно, в них есть третье лицо. Поймите меня, что здесь что-то скрыто от вас еще. Вы до конца, возможно, не знаете. И вот этот туз мечей, он как бы зависший в воздухе, он как будто бы еще не разрешился. Он как будто бы еще, вот знаете, не все вы еще до конца сделали. Не все вы сделали до конца вот в этом выборе в своем, перемене в своей. Ладно, что-то я заговорилась. Я вас благодарю, я вам желаю, конечно, разобраться до конца с этой ситуацией, которая у вас сложилась в основе, с тем выбором, который вы приняли, и прояснить некоторые моменты до конца этого года, чтобы с легкостью и с чистым сердцем войти в 2023 год. Спасибо вам всем большое, подписывайтесь, потому что далее я буду делать такие же краткие прогнозы по одному вопросу, которые помогут вам, возможно, как-то интереснее и легче, что ли, войти в 2023 год. Спасибо вам всем большое. Спасибо.